Премия «Наша Подмосковья» состоит из трех этапов – подача заявок, их рассмотрения и награждения победителей. Каждый проект оценивается по нескольким критериям – соответствие целям конкурса, социальная эффективность, достигнутые результаты, практическое применение, новизна и затраченные ресурсы. На защиту презентации каждому сыскателю премии отведено по 2-3 минуты. За это время члены комиссии задавали вопросы автору работы. Сегодня максимальная явка, которая была за все три дня. Все три дня мы слушали проекты с коллегами жителей Одинцовского района, которые были поданы на соискание премии губернатора. Все проекты, безусловно, разные. Есть очень яркие проекты, которые мы донесем до Совета по присуждению премии, чтобы в последующем они получили ту или иную оценку. В этом году на премию «Наша Подмосковья» от жителей района в 10 номинациях подно 3234 заявки. В номинации «Гражданская инициатива» авторы представили 210 проектов. В их числе две работы жительницы Одинцова Тамары Гульбиной. Главная цель одного из ее проектов – помощь многодетным семьям в приобретении спортивного инвентаря для детей. Еще один взыскатель на губернаторскую премию – руководитель движения «Зеленая волна» Виктория Степанова. Ее команда готова воплощать в жизнь экологические решения, направленные на улучшение качества жизни в Одинцовском районе и Подмосковье. Раньше в «Зеленой волне» было три человека, а сейчас в ее рядах свыше 50 активистов. Все проекты должны, в первую очередь, они носят общественно-социальную нагрузку, общественно-социально значимую, и направлены именно на ту категорию людей, которая востребована, для которых они имеют значение и для которых они и делаются. Ну а для тех авторов, кто не успел презентовать работы в своем муниципалитете, есть еще одна возможность сделать это. 20 и 21 сентября в Доме правительства будут проходить дополнительные дни защиты проектов премии «Наша Подмосковья». Дарья Сутягина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.